Накануне в Алёкминских празднику Дню Республики приурочили уроки Алёкминского Сохая в детском саду. Рассказывает Елена Фаст. Первые уроки Алёкминского Сохая прошли в детском саду «Звёздочка». Здесь, кстати, буквально на днях пройдёт знакомство с культурой народа Соха. Ну а пока в гостях у маленьких жителей республики заслужены участники клуба «Сохай». Мероприятие «Неразовое» в Центре культуры и досуга «Гармония» загружен большой проект «Алёкминский Сохай. Танец жизни». Анна Трофимовна проводит уроки в ряде школ и дошкольных учреждений. Центр культуры запустил программу «Алёкминский Сохай. Танец жизни». И уже по школам в Еврике до конца мая я хочу ещё охватить школу номер два и технику. И именно по популяризации «Алёкминского Соха». Очень хорошо воспринимается. Буквально Еврике уже практически научились, можно сказать. Любить свою родину. Слова простые, а сколько смысла в них. Это уважение и знание традиций. Это умение жить одной большой и дружной семьёй. Кстати, и сам обрядовый танец он уже обозначает. Недаром для того, чтобы всё получилось, надо встать в большой круг. И взявшись за руки, двигаться и петь всем вместе. Любопытные глаза и живой ум быстро впитывают информацию. Конечно, получается не сразу. Тем не менее, важно, что каждый из ребятишек точно ощущает себя личностью. И при этом понимает. Республика – это когда все вместе. Я замечаю, да. Русскоязычные почему-то более. Им прямо интересно. У них глаза загораются. И прямо все танцуют и все поют. Вот это очень хорошо. И младшие тоже. А вот 9, 10, 11 классы они уже думают. Там 50% поют. Но иной раз и не верят, может быть, что чудо в этого танца. Пока не верят. Но придёт время, и мы все будем танцевать и получать энергию с космоса. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Олег Минск.